Добрый день, уважаемые коллеги! Мы ожидаем снижение пары до уровня 1.20 получается. Здесь я обозначил ранее зону, которая выступала сначала уровнем поддержки, затем сконвертировалась в сопротивление. Собственно, по банку в Англии серьезное ожидание того, что он будет исследовать новые глубины отрицательных процентных ставок, негативных процентных ставок. Уже ранее глава банка Англии сигнализировал об этом. И, собственно, сейчас идея сделки по данной паре заключается в том, что постепенно эти ожидания перерастут в конкретные действия со стороны банка Англии, что позволит фунту дальше сдавать позиции. Потому что по сравнению с другими центральными банками у банка Англии есть куда, будем так говорить, расти или удивлять в плане оставления монетарной политики. По паре доллар-японская иена мы вот здесь видим то, что после достижения вот этой трендовой линии у нас сделка открывалась на уровне примерно 107.68 пунктов. После отскока получается этой трендовой линии сейчас пара пошла снова вверх. И, в принципе, это сообразно с тем, сообразно с нашими ожиданиями, что по японской иене намечается ее дальнейшее снижение, так как со стороны Банка Японии, со стороны правительства Японии поступил такой сигнал, что они будут координировать фискальную и монетарную политику. Это значит, что правительство будет выпускать новые облигации, чтобы финансировать свои расходы. И, собственно, центральный банк будет их покупать. И один большой такой побочный эффект всех этих мер – это именно ослабление иены, это увеличение денежного предложения, что, собственно, должно вызывать ослабление иены. Сегодняшний разговор пойдет о европейской эволюции. Я напомню, что 22 мая появился у нас протокол заседания ЕЦБ. Вроде бы особая надежда того, что он чем-то удивит, как бы никто не закладывал, потому что, ну, в целом, ЕЦБ уже обозначил свои намерения, свои стремления 30 апреля на заседание. Но, как оказалось, есть чему удивлять. И два ключевых таких итоговых факта, да, которые я хочу привести, о которых, как мне кажется, вы должны знать. Это, во-первых, что ЕЦБ обозначил готовность дальше смягчать монетарную политику, не скупиться в усилиях в этом направлении. И второй такой важный вывод из этого протокола – это то, что программа, запущенная в кризис, это пандемическая программа выкупа активов на 750 миллиардов евро, которая будет действовать до конца 2020 года. ЕЦБ сообщил, что данный инструмент политики сейчас является основным. Немного поговорим об этой программе. Во-первых, это кризисная программа, она отличается тем, что, как бы, ЕЦБ снижает свои требования качества покупаемых бумаг, соответственно, расширяется спектр, да, возможный для покупки бумаг, в том числе корпоративные банды, ETF, да. И эти покупки осуществляются напрямую, то есть, по сути, ЕЦБ напрямую вмешивается на эти рынки, да, в нормальное время. То есть, когда нет кризиса, ЕЦБ этого не делает, позволяя вот рыночному ценообразованию, да, делать свое дело. Но вот когда происходит кризис, ЕЦБ закрывает на это глаза и напрямую вмешивается на эти рынки, покупает проблемные долги. Покупает он долги как частных, да, вот, как private, так и public sector, то есть, как частных и государственных, бумаг частных и государственных предприятий, правительств, которых во время кризиса, будем так говорить, остерегаются рыночные участники из-за того, что возрастают опасения об их кредитоспособности, но важно, да, для макроэкономической стабильности, для развития последующей экономики, сохранить жизнеспособность этих правительств, предприятий, собственно, что вынуждает лиц его действовать. Но появление неразборчивого покупателя на рынке ведет к проблеме того, что возникает нерыночное ценообразование, погоня за доходностью, что вот выражается в такой странной устойчивости фондовых рынков, который мы наблюдаем. То есть, это нужно, вот эту странную устойчивость нужно относить именно к тому, что появляется некоторый неразборчивый и гарантированный покупатель, которого все стараются либо фронт ранить, да, либо этот покупатель заряжает остальных оптимизмом или дает сигнал, что рынок не упадет, и этот сигнал является достаточным, будем так говорить, сигналом готовности, да, для других участников, руководством к тому, что нужно также начать покупать, вставать в длинные позиции на рынке. Но это как бы лишь побочные эффекты, и то, насколько эти побочные эффекты можно тянуть, растягивать, сконтролировать, да, они зависят от другой проблемы. Это лимит этой программы, лимит в эти 750 миллиардов евро. Текущий темп покупок говорит о том, что этот лимит, ИЦБ подойдет к этому лимит примерно в сентябре-октябре, и с приближением этого срока, естественно, стоит вопрос о том, насколько он продлит программу, когда он продлит программу и так далее. Так вот, собственно, вот этот протокол последний, он показал конкретно, что на повестке одного из ближайших заседаний окажется расширение лимита вот этой программы пандемической, да, выкупа активов. С учетом склонности ИЦБ действовать превентивно, расширение этой программы уже может обсуждаться в июне, собственно-таки сейчас получается. Развивается ожидание, да, что в июне ИЦБ либо даст сигнал, либо даст намет по поводу этой программы, либо на что-то конкретно обсуждать ее расширение. Ну, посмотрим, в общем, что будет. Также любопытно, что в минутках в этом протоколе, который вышел в прошлую пятницу, впервые ИЦБ позволил охарактеризовать неопределенность, с которой сталкивается экономика, с которой сталкивается ИЦБ, как радикальная неопределенность. Я помню, что есть риск, а есть неопределенность. Риски можно просчитать неопределенно, соответственно, туда входят и черные лебеди, да, и другое непредсказуемое, непросчитываемое будущее. Так вот, ИЦБ в этих минутках заявил о том, что растет вот это непросчитываемое будущее. И решение ИЦБ в данном случае ищет в том, что он все больше уходит в область превентивных действий, и это, собственно, вызывает положительные шоки на фондовых рынках, в акциях, в бандах, что предотвращает их от падения. По экономическим данным, вот вышли у нас опросные показатели, сегодня это индекс IFO, немецкий IFO, немецкий индекс ожидания оценки текущей ситуации, опрашивают экономистов, экспертов, участников рынка. Так вот, респонденты оценили текущую ситуацию немного хуже, чем ожидал рынок, при этом ожидания выросли сильнее прогноза, и вот нужно заметить некоторую такую тенденцию, что целый ряд опростых, именно опростных показателей за май, которые мы ранее анализировали, где респондентов просили оценить будущее ожидания, они оказывались лучше прогнозов, и это как бы косвенно указывает на то, что в котировках рынка, в котировках акций, в ценах акций, сейчас закладывается очень много ожиданий, что отражается в том, что участники рынка, вот эти опросные показатели стабильно, начиная с мая, ожидания у нас оказываются лучше прогнозов, и вот это, собственно, нужно учитывать, что сейчас вот в котировках, в ценах, особенно на фондовых рынках, закладывается очень много ожиданий. Итого, на мой взгляд, для евро у нас баланс рисков смещается вниз, если мы посмотрим здесь на то, как евро двигалось в течение двух месяцев, да, последних, то вот видно, что у нас есть такой горизонтальный вот здесь диапазон, уже несколько раз он подтверждался тем, что нижняя граница, вот здесь, 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 здесь отскок, да, здесь у нас не давали выше уйти евро относительно доллара, последний раз вот этому также способствовали немало вот этот выход апрельского, протокол за апрельское, протокол апрельского заседания ЕЦБ, и сейчас, собственно, информация, которую мы получили из-за вот этого протокола, о том, что ЕЦБ готов дальше действовать, прилагать усилия, такие формировки уже из прошлого опыта на ЕЦБ, когда в 2013 году, 2014 году, Марио Драги, да, президент ЕЦБ, тогда еще говорил, что мы готовы сделать все, да, чтобы стимулировать инфляцию, это приводило к долгосрочному ослаблению евро. И вот такие формировки, которые сейчас появились в минутках, о том, что ЕЦБ готовы действовать, что он поступит со всеми своими принципами, да, будем так говорить, и то, что он расширяет, возможно, да, будет работать над расширением этой программы пандемической, и все это, вот, на мой взгляд, смещает для евро баланс внизу, хотя бы в пользу тестов, да, ближайшего, ближайшего уровня поддержки, да, который у нас уже оправдал себя, это вот уровень чуть ниже 1.08. На азиатских рынках сегодня привлекло мое внимание повышение референсного курса пары доллар-материковый юань, если мы посмотрим на то, как вот юань двигался последние два года, из-за оттока капитала, да, который у нас происходил вот здесь, вот здесь, вот здесь, сейчас происходит, этот отток капитала, он сопровождался эскалацией торговой войны, что вынуждало банк Китая, центральный банк Китая, понижать вот эту планку, да, юань, ослабляя его. Инвесторы избавляются от китайских активов сейчас вот на фоне того, что растет вот этот риск эскалации конфликта, риск того, что это перерастет в такую финансовую войну и с торговыми на финансовую войну, потому что сейчас ряд законопроектов США был принят, и вот в общем тенденция стремится к тому, что пытаются вытеснить китайские компании с финансовых рынков США, перекрыть вот доступ к деньгам американских инвесторов, и вот эта динамика, да, если мы вот посмотрим за последние два года, показывает, что вот юань каждый раз дешевел относительно доллара, всякий раз, когда Трамп угрожал тарифом или бусили в Аланте китайскую риторику, сейчас же это то же самое происходит, и скорее всего вот этот этап ослабления юаня, причем движение к историческому, не историческому, да, вот локальному максимуму здесь, и резкое ослабление референсного курса стороны Центрального банка, говорит о том, что тревога, источник этой тревоги той же самой, эта тревога имеет ту же самую природу, что вот было здесь, это именно эскалация американо-китайского конфликта, и это несомненно спрос на риск, да, вот это может получить удар, получить именно удар с этого фронта, и это несомненный фактор укрепления для американской валюты. На сегодня все, спасибо за ваше внимание, увидимся сами в среду.